Привет, дорогие подписчики и зрители канала! Меня зовут Артур, мы продолжаем играть Oblivion. Мы находимся в имперском городе и у нас серьёзные проблемы, потому что город атакует силы Oblivion и лично Дагона. Я думаю, все помнят этот старый прикол насчёт имени, ну, кто давно уже на канале. Это уж у нас пошло ещё... Ты что, живой, что ли? Это у нас пошло ещё с Золоктулху и там постоянно были баталии, как правильно звучит, Дагон, Дагон. Я, по сути, так и не запомнил в итоге. В общем, что я хочу сказать. Нам нужно вместе с нашей группкой направляться к Храму Единого, потому что это наше единственное спасение. При этом придётся пробиваться через орды врагов и, я думаю, это будет не очень просто, потому что в последней битве, вот на выходе из этого Храма Старейшин, нам досталось очень так серьёзно. Город в огне! Ой, тихо. Осторожно! Ой, я аж испугался. Вот тебе ещё не хватало. Короче говоря, вы видите, какое мясо идёт! Бежать! Попал под раздачу. Сейчас ты упадёшь, говорит второй, говорит. Не сегодня, конечно. Так, в общем, что я могу сказать? Кто там говорил про низкую сложность? Вы, по-моему, ошибались. Просто персонаж реально неплохо прокачан. Сама игра на максимальной сложности. Это даёт о себе знать в определённый момент. Я сейчас не знаю, как я буду выживать. Но после Аскура Обливинар Хоу, я думаю, у меня уже ничего, серьёзно, так страшно не будет. То есть там так убивали постоянно. Здесь только в определённых местах. Так, иди сюда, касатик. Хорошо, Мартин, не мешай. Минус. Не сошло убийство. Пусть лучше они, чем я. Пусть лучше, говорит, они, чем я. Конечно. Ты бы ещё крикнул. Run for your life! Каждый сам для себя. Клинки, не мешайтесь. Вы же просто портите всё. Спокойно. Хорошо зацепил. Чё? Мартин был убит, все надежды потеряны. Вы чё, издеваетесь, что ли? Так ещё его защищать надо? Так он же, как я не знаю, Лейминг лезет в самую... В самую гущу. Ребята, это будет не очень просто, я считаю. Хорошо, ещё одна попытка. А что, если обойти как-нибудь он оттуда? Можно, нет? Сомневаюсь, честно говоря. Я думаю, знаете, лучше всего будет что? Просто пробежать. Потому что в противном случае нас убьют. Нас сломают. Ох, сколько у вас тут. Ого, это что там такое выходит со стены? Мирунос Даган здесь. Барьеры между Обливиеном и Тамриэлем рухнули. Мы можем надеяться только на то, что нам удастся победить Мируноса Дагана и отправить его обратно в Обливиен. Возможно, Мартин знает, что делать. Охренеть! Так, это всё хорошо, но мне надо бежать. Бегите вперёд, а я обезопасу тылы. И готовиться. Так, хорошо. Какая суматоха происходит. Просто вообще. Подожди, нет, 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 нет. Ты стои там, и мы пока будем со всеми драться. И сейчас ты уже тут, да? Ладно, давайте попробуем выживать, пока он вроде бы ещё не вышел сюда. И Мирунос Даган, честно говоря, впечатляет своими размерами. Ну куда ж ты лезешь? Мы опоздали. Мирунос Даган здесь. Драконьи огни больше не спасут нас. Барьеров, защищавших нас от Обливиена, больше нет. Можем мы изгнать его в Обливиен? Я не знаю как. Оружие смертных может причинить ему вред, но теперь, когда он здесь, в Тамриэле, оно не обладает силой полностью уничтожить его. А как насчёт амулета королей? Подожди, точно. Этот амулет был дарован смертным самим Акатошем. Он содержит его божественную силу. Но как использовать эту силу против Дагона? Этот амулет не предназначался для использования в качестве оружия. У меня есть идея. Это наша последняя надежда. Я должен добраться до драконьих огней в Храме Единого. Но ты сказал, что это бесполезно. Тебе придётся довериться мне. Теперь я знаю, для чего я был рождён. Но мне понадобится твоя помощь. Я должен как-то пробраться мимо Мируна Садагона. Я доставлю тебя в Храм. Тогда я сделаю всё остальное. Веди, друг мой. Следуй за мной. Так, сохраняемся быстрее. Быстрее сохраняемся. Только не говорите, что я не могу сохраниться во время боя. Хорошо. И теперь... Теперь уходим. Просто уходим. Выжить здесь, я так понимаю, довольно сложно. Здрасте. Ой-ой-ой-ой. Какой же ты... Скотина страшная. Надеюсь, Мартин идёт за мной, потому что иначе его размотают просто. Мартин и я в Храме Единого. Мне нужно доставить Мартина к Драконим Огням, иначе мы погибли. Господи, что же мы развязали? Лечись, комрад. Я делаю то, что должен делать. Я не могу остаться, чтобы восстановить Тамриэль. Эта задача ляжет на плечи других. Прощай. Ты хороший друг. Жаль, мы были знакомы так недолго. А я должен идти. Дракон ждёт. Прощай. Обалдеть. Мартин, давай. Давай. Давай, ломай его. Ты сможешь, ну. Он смог. Обалдеть. Амулет уничтожен. Дагон побеждён. Кровью дракона и силой амулета королей навеки запечатаны врата Обливиона. Последний из септимов становится достоянием истории. Сердце моё спокойно, ибо знаю я, моя жертва не была напрасной. Я займу своё место рядом с отцом моим, дедами и прадедами. Третья эра закончилась. Грядёт новая эпоха. Твои деяния будут записаны в следующем древнем свитке. Будущее народов. Судьба империи. Это теперь в твоих руках. Я обалдеть просто. Что случилось? Где Мартин? Я должен поздравить его. Мерунас Дагон повержен. Отправлен назад в Обливион. Мы победили. Мартина больше нет. Что значит больше нет? Мы видели, как купол храма взорвался и появилось воплощение Акатоша. Это был Мартин? Да, он разбил амулет. Соединённая вместе кровь королей и богов. Амулет королей – божественная сила Акатоша. И кровь Мартина тоже. Значит, Мартина больше нет. Но врата закрыты. Да, закрыты навечно. Мерунас Дагон и его прихвостни больше никогда не будут угрожать Тамриэлю. Мартин мёртв. Но он умер как император и как герой. Равный Тайберу Септиму. А что будет с империей? Эта победа далась нам тяжёлой ценой. Мы потеряли Мартина Септима. Какой император мог бы из него получиться? Его самопожертвование было необходимым, но она оставила империю без императора. Я не знаю, что будет дальше. Империю ждут тревожные времена. Но сейчас не время волноваться о будущем. Нужно благодарить судьбу, что мы остались в живых. Да, представьте, только стал императором и сразу же пожертвовал собой ради народа. Властью Верховного Канцлера Совета Старейшин я провозглашаю тебя защитником Сиродила. Также в знак благодарности за твоё служение империи я приказал изготовить для тебя имперские драконьи доспехи. Спасибо. Тобою заслужено самое высокое звание в Ордене Дракона, прославленном Ордене Имперских Рыцарей, учреждённом самим Тайбером Септимом. Это великая честь. За всю историю империи всего шестеро добились такой чести до тебя. А что за доспехи? Имперские драконьи доспехи обычно носит только сам император. Но защитник Сиродила достоин этой чести не в меньшей степени. Как смешно, да? Человек, который искал только выгоды, теперь достоин чести носить императорские драконьи доспехи. Как всё повернулось. Я знаю, что его больше нет. Как канцлера Совета Старейшин меня сейчас больше всего заботят, как выбрать его преемника. Теперь мы управляем империей. Очень скоро мы приведём империю в порядок. Но, если быть честным, я не знаю, что будет дальше. Волнения в провинциях продолжаются уже несколько лет. Они начались ещё до последнего кризиса. У нас нет законного претендента на драконий трон, и нас ждут тревожные времена. Понятно. Этот дракон будет стоять здесь вечно, как память того, что Мартин сделал для всего Тамриэля. Да. Размяк я что-то. Жалко Мартина. Вот это был парень. Не то, что труха всякая. Баурус. У Мартина без тебя ничего бы не получилось. Я числю тебя среди величайших героев клинков. Только подумать, что нам удалось сделать. И это после такого начала. Сбежавший заключённый уходит с амулетом королей. Но я никогда не сомневался в тебе, друг мой. Император Уриэль, он обладал даром предвидения дракона Рождённого. Он увидел в тебе нечто. И он был прав. Да, возможно. Учёные и священники могут спорить, что всё-таки случилось с Мартином. Я знаю только, что он пожертвовал собой, чтобы спасти нас всех. Как клинок, я горжусь, что служил такому властелину. Хоть и недолго. Что же с мифическим рассветом? Я рад, что тебе удалось остановить их. Мне остаётся только сожалеть, что меня не было с тобой рядом. То есть, получается всё полностью. Но я верхушку уничтожил, по сути, в рае Камарана. Но там остались же ещё ячейки. Но я думаю, с ними вы разберётесь без меня. Прощай. Прощай, добрый друг. Насколько я понимаю, основная сюжетная кампания Обливиена пройдена. Я бы не сказал, что это плохо. Потому что я очень давно хотел её пройти. И без неё здесь ещё куча дел, которыми можно заняться. И вы только посмотрите на это. Это же обалдеть совершенно. Да. Так, хорошо. Почему у меня перчатки не надеты? Меня вот интересует. Пора становиться невидимым, уходить в тень. Слишком я размяк, стал добрым в этом мире. И неприятно терять дорогих людей. Приветствую тебя. Привет-привет. Мы подумаем, чем ещё можно заняться. Для начала я хотел бы, не знаю, сходить в свой дом. Хотя, в принципе... А, знаете, я сейчас, насколько понимаю, врат Обливиена около городов вообще, в принципе, нет. И теперь можно спокойно ходить и ничего не бояться. Вот, допустим, давайте посмотрим, остались ли они. Кто-то, наверное, скажет, что в этих вратах можно было набрать сигильские камни. Но мне они не нужны. То есть, по сути, вообще ни капли. Я не понимаю, зачем они могут мне понадобиться. То есть, у меня уже есть несколько. Если я захочу, я ими закую свою броню или оружие. А больше мне не нужно. А это, я так понимаю, бывшие врата Обливиена. Да. Врата Обливиена рухнули. Круто. Отлично, чё. Так, хорошо. И что у нас за город здесь поблизости? Коралл? Пойдёмте в Коралл. Сейчас починимся, переночуем, выпьем за Мартина. Ох, ты не гриф. Сколько мы с тобой уже... Ты не, ты не гриф. Сколько мы уже пережили в этом мире? Я думаю, не меньше, чем в Скориме. Добрый день! Если так почитать, то у нас второго сезона уже, серии 50, наверное, вышло. А до этого ещё сколько было? Большие игры. Привет, привет! Привет, привет! Как поживаешь? Так, это к нам? Нет. А я не помню, художница, кстати, в этом городе была. По-моему, нет. Давайте проверим. Так, оно, по-моему, в квестах просто... Так, нет. Лекарства от ампиризма. Я не болен, а ампиризма мне не нужно лекарства. Так, упрямый рыцарь. Так, этот квест, я так понимаю, мы не сможем. Так, это тоже... Блин, сколько ещё интересных квестов. Это же пипец. Так, ну, короче говоря, в выполненных квестах его, похоже, надо искать. Но здесь, блин, сколько всего. Это обалдеть. Так, картина преступления. Прошло три недели. А, вот, вернуться в замок Коралл и забрать картину Шинель. Хорошо, пойдём. Потом починиться надо будет. Всё-таки, значит, здесь. Интересно, где она? То ли тут где-то ходит. То ли в городе. То ли в большом зале. Не знаю, произошло страшное, как в своё время было со Скоримом. Мне стали настолько дороги эти места, что, я не знаю вообще, уже неохота совершенно отсюда выбираться куда-либо. Такое привыкание к этому миру. Уважаемый. Шанель, не видели? Привет. Я лейт вам. Я знаю, кто ты. Счастливо. Вот эти. Они продолжают умирать. Здесь, похоже, какой-то полтергейст агрессивный. Потому что, сколько мы тут находились, всё время падали люди. Здесь, скорее всего, мне сейчас нельзя будет находиться. И народ будет ругаться. Извини, друг. Хорошо, я понял. Так, давайте наденем своё колечко. А, оно уже надето. Потихоньку проберёмся в её покое. Какого хрена вообще? Я не знаю. Это очень странно. Так, ладно, и подождём её. Или не подождём. Почему? Я же... Кто-нибудь, напишите в комментариях версии свои, почему это происходит. Подождём. Так, подождём. Я не знаю. До вечера. Часов восемь-то, я думаю, уже, наверное, она будет. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Так. Приветствую! Шанель не видел никто. Хорошо, инфильтрируемся. Да, блин, где она? Где черти носит? Тихо-тихо. Нет, это не она. А, это ты. Это я. Так, ну, ждём ещё. Я думаю, ночевать-то она сюда придёт. Кому там опять земля будет пухом? Вообще, конечно, это очень странно. Так, ну, так как её ночью нет, я, честно говоря, даже не знаю. Давайте ходить, всё обыскивать. Сражники-то у нас мертвые, поэтому, я думаю, препятствий особых не будет. Так, вон один ходит. Где мы её в прошлый раз находили? А, мы её находили на входе. Поэтому я зря сюда иду. Ну, мало ли. Может, найду что. Реально, дом с привидениями какой-то. Сейчас увидим, зайдём в большой зал и продолжим её искать. Не знаю, она, может быть, шифруется, потому что не хочет отдавать мне картину. Это очень подло с её стороны, если это на самом деле так. Я считаю. Так, прыжок, прыжок. Атлетика у нас, конечно, шикарно прокачана. Хорошо. Ну, после такого боя, в принципе, вот так вот походить, маленько поразмекать, будет очень даже прикольно. Салют, сарыцы. Здрасте. Приветствую. Шанель. Епуну мать, ты где вообще? Я сейчас весь замок обыщу, если тебя не будет. Вы можете себе это представить? Силохранитель мёртв. Шикарно. Так, отсюда я уже рулетики своровал. Причём. Приветствую, милорд. Хорошо, давайте искать. Будем, как говорится, искать. Сохранимся. Странно. Там никого. Так, это личный покой, по-моему, орка. Оп. Да, ты мне тоже не нужен. Вот личный покой орка, по-моему. Хорошо. Чупо. Куда же ты могла подеваться-то, япона мать? Ты явно не она, да? Ты как раз тот самый орк. Давайте поищем её тут. Я не знаю. Вот просто... Не знаю, и всё. Зато монетки есть. Это как вообще нормально? Нет, что я найти не могу её. При том, что я обыскал по полной уже весь замок. Я считаю, что не очень. Я не помню, где конкретно была картина. То есть, та старая, сворованная. Вы помните, мы её нашли? По-моему, в том крыле. Или вот тут вот. Сейчас он пройдёт. Мы сходим туда ещё, проверим. После этого, в принципе, я не знаю. Сдамся, наверное. Опрокинула меня на картину. То ли здесь. Да нет, вроде бы не здесь. No. No. Ну, я тогда даже не знаю. О, вон она, по-моему. Подожди. Здесь только что кто-то шёл. Это опять привидение или баги какие-то? Шёл. Потом такое ощущение, что ушёл в стену. Странно. Ты меня обмануть не хотела случаем, а? С возвращением, друг. Вот твоя картина. Когда ты поместишь её в своём доме и будешь любоваться ей, вспоминай обо мне и моей благодарности. Подаренная картина. Отлично. Ну всё. До следующей встречи, друг мой. На что это ты намекаешь? Фух, хорошо. Пойдём к себе домой. Наконец-то мы её нашли. Согласитесь, это было довольно странно. И вообще всё, что происходит в этом замке с этими падающими охранниками, это очень... Ты, похоже, проныра. А ты, похоже, под угрозой. Потому что здесь падают охранники. Хорошо. Теперь мы двигаемся к себе. Смотрим, как эта картина смотрится в нашем доме. Да, в принципе, на сегодня будем заканчивать. А в следующей серии пойдём в царство Шагарата. И я думаю, это будет достаточно безумно, странно и поэтому круто. Кстати, по поводу часовни мне объяснили, что надо было заходить в самом начале. Если бы я пришёл, я бы увидел там кучу трупов. То есть в самом начале квеста за рыцарей девяти. А ещё-то это тупо... Я что, трупов не видел, что ли? Ну, понятно, что ничем хорошим это не грозило. То, что тут начинало происходить. Но трупы есть трупы. И этих трупов уже несколько сотен повидал за время игры. Так, хорошо. Картина. Ты у нас, я думаю, где-то здесь. И что с тобой делать, я не совсем понимаю. Возможно, мне как-то на стену применить тебя надо будет. Подаренная картина. Хорошо. Окей. Понятия совершенно не имею, как её... Куда-либо поставить. Может её просто выкинуть? Ну, видимо, типа того. Только так против света ставить не особо круто, да? Вот так вот будет меня греть холодными зимними вечерами. Вот так вот. Ну, в принципе, по-моему, достаточно красиво. Хотя, конечно, и занимает место. Но, тем не менее, мы справились с основным сюжетным квестом. И я, по-моему, все должки раздал перед тем, как двигаться куда-то в новое место. Насколько я знаю, достаточно обширная. И реально очень-очень интересная. То есть, шаг, горат и безумие – это всегда, по-моему, очень круто и весело. В начале следующей серии мы пойдём к кузнецу. То есть, купим стрел, маленько починимся и двинемся туда, на Дрожащие острова, в странную дверь. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Увидимся в следующей. Спасибо, что смотрите. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok